Всем привет! Я продолжаю играть в игру Готика 1. Напоминаю, я здесь играю с некоторыми визуальными модами, а также с модфиксом, поэтому кое-что здесь изменено, но немного. И в общем начнём, я думаю, мы эту серию с того, что будем фармить опыт. Я думаю, что пора перебить вот этих вот зверюшек, тем более, видимо, у меня одет лучший лук, чем тот, который у меня был до этого. Давайте начнём. Заниматься ерундой. По мнению многих, я занимаюсь здесь ерундой, в общем, не занимаюсь в должной мере квестами. Так, осторожнее, осторожнее, так вот. Должен я, наверное, ответить на некоторую критику, которая звучит в моем адресе, что я слишком много времени уделяю тому, что показываю, как тут с кого можно сфармить, кого можно прибить, с кем можно повоевать. Меньше внимания уделяю сюжету, меньше внимания уделяю атмосфере. Но, в общем, я не совсем согласен с вашей критикой, потому что всё-таки в этом прохождении я нагло назвал гайдом. И, собственно, я занимаюсь именно тем, что показываю в рамках этого гайда, как можно максимально новичкам пофармить опыт. Вот, попало в прицел, слава богу. Всё, теперь тебе конец, зверю. Так, ну всё. Видим, что грохнули мы все пять этих ящерц. В общем, что называется, немного терпения. Мы получаем 2500 опыта на халяву. Вы понимаете, такое количество опыта уж точно на дороге не валяется. Будем встречать их по одному. Если получится, конечно. О. Динозавры покончили жизнь самоубийством. О, знаете, тут сзади подбежали. Охренеть, боже. Он нас не просёк. Дело в том, что я пытаюсь комбинировать лук и другое оружие. Не получается ни хрена. Извините за такое непарламентское слово ни хрена. Но это очень точно отражает. Не получается у меня. Когда я беру лук, для того, чтобы мне с лука перейти на меч, смотрите, как долго он переходит с одного оружия на другое. А если нас ещё к тому же начинают лупить, то он из этого оружия не сменит вообще никогда. То бишь, это почти невозможно. Вот, конечно, вот этот момент мне здесь не нравится. Но вот вы можете видеть, что внизу как раз в этом ущелье, куда проваливались и падали эти динозаврики. Если перебить там ещё несколько динозавриков, действительно очень неплохой сундучок. Видим, что здесь несколько свитков, я так понимаю. Ну, стрелы это ерунда. В общем-то, не так много руды. Так, оружия здесь, конечно, никакое. Отмычки. Трансформация в мясного жука. И самое главное, ключ. Этот ключ из пещеры расположен недалеко от руин монастыря. Вот это я не знаю, честно говоря. Но посмотрим, от чего это ключ. Можете, кстати, подсказывать в комментариях, кто знает. Вот, собственно, мы видим здесь это расщелин. Тут буквально ещё пара-тройка динозавриков, и можно к этому сундучку попасть. Так, давайте отсюда сматывать. Беги назад! Я ничего не видел. Смотрите, мы пришили стражника. К сожалению, вот эти сундуки открыть нельзя. Дело в том, что... Они закрываются на ключ, но вот украсть все мечи здешние мы можем. Насколько я понимаю. На общем, мы тут развернулись, действительно, в этом замке. Видим, что охрана уже вся без оружия. Так что, в случае чего, эта охрана нам уже ничего не сможет сделать. Я вот думаю, можно постепенно так и безоружить практически всех людей в этом замке. Можно сказать, нам действительно можно будет творить почти всё, что угодно. Единственная заноза, что здесь есть бессмертные персонажи, поэтому их не ограбить и не отнять у них оружие. Я вот думаю, надо наконец-то сделать то, что я забыл фактически сделать. А именно самое главное, я так понимаю, отнести то самое послание, тот самый свиток, который дали нам в самом начале. И это точно. Не хотел бы я оказаться... Привет. Люди всегда были... Я ищу верховного мага Круга Огня. Это Каристо. Зачем он тебе нужен? У меня есть письмо к верховному магу Круга Огня. Ты гонец из внешнего мира? Да, один из магов дал мне это письмо, прежде чем меня забросили в колонию. Покажи мне это письмо. Вот оно. Это письмо адресовано Ксардосу. И что в этом такого? Ксардос оставил служение Инносу много лет назад. Он ушел отсюда и посвятил свою жизнь черной магии. Он живет в башне, в центре земель орков, и занимается только своими исследованиями. Он сказал, что выяснит сам, что пошло не так при возведении барьера. Жди здесь. Я скоро вернусь. Что, мы теперь за него, что ли, играем? В чем камера-то взяла? От того мага? Даже не понятно. Каристо был в полном восторге. Он сказал, что ты можешь встретиться сто разом и выбрать себе награду. Я обмениваюсь магическими знаниями и могу показать тебе, как увеличить магическую силу. Что нужно сделать для того, чтобы стать магом? Поговори с мастером Каристо, если у него будет на тебя время. Меня прислал Каристо. Я передал ему письмо, и теперь я должен выбрать себе награду. Ты оказал нам большую услугу и должен быть вознагражден за это. Выбирай с умом. Я думаю, кольца мы как-нибудь сами купим. Денег у нас скоро не клюет. Я по-прежнему граблю всех торговцев. Это отдельный разговор. Я просто решил не показывать, вернее, не снимать это, так как многие против, чтобы я снимал все ограбление, которое здесь происходит. Глобальное ограбление в старом лагере. Так, можно свитки взять, можно эссенцию духа взять. Ну, я посмотрел, я так понимаю, что эссенция духа это навсегда увеличивает ману, поэтому это, конечно, самая большая награда. Мне бы пригодился эликсир. Правильный выбор. Ты взял самую ценную награду. Глоток эликсира, и сила твоя возрастет. Да, вот, кстати, это эссенция духа. Давайте ее примем. И хотел бы я оказаться на его месте. Ну вот, максимальную ману увеличивает. Это эссенция духа. Скорее всего, ты прав. Ну да, видим, вот в правом нижнем углу у нас максимальная мана увеличилась действительно в два раза, то бишь синенькая вот эта вот полоченька. Давайте у Диего прокачаем силу. Загамеза! Да, конечно, конечно, Загамеза. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Да, я могу показать. Давай, увеличь силу мне на максимум. Если ты думаешь... Некоторых людей ничем не нужно следить за тем, что говоришь. Я не могу... Понятно, понятно. Видишь? Возвращайся. Береги себя. Давайте смотреть, как мы вообще прокачаны на данный момент. На данный момент у нас уже 80-то же силы. Я думаю, что надо посмотреть, что-то там можно сделать с кольцами. Может, какие-то купить амулеты дополнительно. Ну и так, 80 сила плюс 60 клинок, то есть 140 общая наша сила сейчас ударом. Я думаю, что это очень прилично. Да блин, где он? Опять эта грибная камера. Твою мать. Убить с этой камерой. Целое море опять этих гублинов. Я уж не знаю, что здесь вообще такое творится. Так, давайте хиликс. Оп, там еще своры этих гублин. Боже мой. Так, вот это... Вот это не входило в мои планы. И не входит в мои планы точно. Ха-ха-ха. Интересно, как-то приманить можно? Я боюсь, что если я начну стрелять из лука, то вот эта вот большая бразина тоже за мной кинется. Давайте попробуем. Пытка не пытка. Нет, вот потому он ближе всех. Вот этот. Ну блин, попадать-то будешь хоть один. Нет, не будет попадать, походу. Ну на... О, ну понятно. Понятно все с вами, ребята, понятно. Ну? Куда пошли-то? Давай-давай. Беги сюда. Да, блин. Да, блин. Камера грёбаная. Да ёлки-палки. Ты будешь попадать по ним или нет? Не знаю, что такое-то. Камера уходит. И главное, я не попадаю по ним почему-то. Но... О, смотрите, где он. Застрял. Давайте, кстати, смотреть, что они здесь охраняли. Страницу из дневника какую-то. Какой-то трубик. Ну, я не знаю, насколько стоит их сейчас добивать. Я думаю, скорее всего, это опять же какой-то квест, который мы должны будем когда-нибудь потом, судя по всему, проходить. Поэтому давайте-ка отсюда смотаемся. Я так понимаю, что возобновляться после смены очередной головы они всё равно не будут. Давайте ещё прокачаем силу двигать. Сэк! Не обязательно знать об этом. Я сомневаюсь. Ты можешь? Да! Это было не слишком умно. Ты не должен верить всему, что я всякую требовательную. Больше этого не случится. Ты должен... Ну, вот мы прибыли в болотный лагерь. Я напомню, нам дано задание. Видим, что Равин нам у нас послал в болотный лагерь. Поручено наблюдать за всем, что там происходит. Ну, что ж, давайте наблюдать. Как хорошо, что ты здесь. У меня для тебя есть новости. Хорошие новости, я надеюсь. У братства есть большие планы. Планы? Какие? Вырваться на свободу? Гуру пытаются призвать спящего. Но необходимо нечто, что объединит их усилия. Да, и... Им нужен магический артефакт, называемый Юнитор. Но какое отношение это имеет ко мне? Поговори с Юберионом. Он самый могущественный человек в братстве. Используй эту возможность, чтобы завоевать его расположение. Где мне его искать? Отправляйся в храм. Он редко покидает его. Возможно, он чувствует себя ближе к спящему среди холодных камней. Да хранит тебя спящий. Пещера ползунов, голова 2 у нас покрывается. Я так понимаю, это означает, что у нас обновилась вся живность. Ну, направляемся к этому самому Юбериону. Стой! Ты можешь вступить на земли храма только с разрешения одного из гуру. Меня прислал послушник Лестер. Я хочу предложить свои услуги Юбериону. Я знаю Лестера. Мы ему доверяем. Ты можешь пройти. Спасибо. О, это кажется не туда. Или туда. Натали. Русских девушек предпочитает Юберион, однако. Может, встанешь, а? Не будешь со мной спиной-то разговаривать. Как-то неучтиво. Не встал, гад. Приветствую, господин Юберион. О, я тебя знаю. Это невозможно. Мы никогда не встречались прежде. Но мне казалось... Хорошо. Что тебе нужно? Я слышал, вы кое-что ищете. Верно. Нам нужен магический юнитор. Мы послали одного из... Послушников. Нироса. Забрать его. Но он до сих пор не вернулся. Не мог бы ты узнать, что произошло? Почему этот юнитор так важен? Этот магический артефакт способен концентрировать нашу силу. Это один из пяти камней, с помощью которых маги сотворили барьер. Мне было видение о том, что мы должны использовать силу этого камня. Какое интересное видение. Мое видение было неспослано спящим. Мы сможем призвать его с помощью юнитора. Как он разговаривает. Похоже, эта девица сюда, видимо, поставлена, чтобы она отвлекала наше внимание. Тем более, ее зовут явно точно не русским именем. По крайней мере, на славянку она явно не похожа. На выходе из лагеря поверни направо и поднимайся на высокую скалу. За лесом ты увидишь море, и там ты найдешь юнитор. Я принесу этот юнитор. Возьми эту карту. На ней отмечено место, где находится юнитор. Да, это все. С ним больше не поговорить, я так понимаю. Чане. Боже мой. Я понимаю, откуда в таком случае во втором и третьем Ризанах появилась Чане. Явно с фантазией упирания не очень хорошо. У них одни и те же имена. Правда, вот почему они Наталью не взяли в таком случае во второй и третьей Ризана, непонятно. Как-то вот они Чане предпочли. Ну ладно, отправляемся. Я, честно говоря, признаюсь честно, я знаю, где и куда идти. Ну, на всякий случай, давайте посмотрим карту. Хотя я даже не знаю, что за карта. Так, давайте, кстати, записки посмотрим. Так, вот карта Юбериона к юнитору. Давайте глянем. Ну да, надо вот этот вот хребет обойти и, собственно, к побережью двинуться. Это и так понятно. Так, ну ладно. Давайте, кстати, записку все-таки глянем. Что за записку мы подобрали у этих гоблинов? Так, это у нас Альманах. Это, кстати, карты, которые я украл. Не украл, а ограбил. Ночью, честно, признаюсь, но не снимал уже. Чтобы не травмировать вашу психику, я не снимал, как я саданул этого. Картежника. В смысле того, кто карты рисует и забрал у него все карты. Так, день 169. Я перепробовал все средства. Самая лучшая сталь не оставляет на тролле не царапин, а стрелы попросту отскакивают. Это вот тот самый тролль, которого мы видели. Будто шкура у него из камня. Но сегодня я сделаю это. Я уверен, боги благоволят ко мне. Я использую магический свиток, который купил в Хоринисе. Он обошелся мне в 50 монет. Но как только я проверну это дельце, расходы слегка окупятся. Сегодня я убью тролля. Нам подсказывают, что этого тролля можно убить, видимо, только с помощью магии. Я так понимаю. Ну ладно, давайте двинемся к этому юнитору. Ну вот, походу, это то место, которое нам требуется. Убирайся. Тебе нечего здесь делать. Я ищу юнитор. К сожалению, ты опоздал. Я уже нашел его. И знаешь, я решил оставить его себе. Спящий говорил со мной прошлой ночью. И он избрал меня своим единственным последователем. Теперь я служу только спящему. Никаких больше гуру и стражей. Только я. Один. Умри. Так, ну чё на этом уроде. Давайте его прикончить. Ну вот, собственно, и всё. Я так понимаю, что задание мы выполнили первое. По крайней мере. Давайте смотреть, что за юнитор. Юнитор со скалой у океана. Один из пяти камней юниторов, использовавшихся для создания магического барьера. Как мне всё это Третий Ризен напоминает? Вернее, Третий Ризен, конечно же, напоминает первую готику. Чё, возвращаемся. Отдавать этот самый юнитор. Юберион. Такое ощущение, что ничего не изменилось. О, надежно он встал. Можете себе представить, он наказал наконец-то нам честь. После того, как мы принесли юнитор, он встал всё-таки. Я нашёл юнитор. Превосходно. Ты оказал нам неоценимую услугу. Теперь отнеси юнитор к Орголому. Как он разговаривает-то. Он знает, что делать. Давайте про награду что-нибудь спросим. Поскольку ты не являешься членом братства, я награжу тебя. Прими этот амулет в знак моей благодарности. Этот послушник Нирос, он сошёл с ума. Он твердит, что с ним говорил спящий и избрал его своим единственным слугой. А затем он попытался убить меня. Могущество спящего слишком велико для разума непосвящённых. Лишь мы, гуру, после долгих лет медитации смогли достичь той силы духа, что позволяет нам выносить голос всемогущего спящего. Да, у них распорядок. Одна девица, видимо, уходит, другая приходит. Ну ладно, идём тогда к этому Курголому. Ну вот, видимо, можно и фортуну тут средь белой дня очистить. Обчистить. И никто ничего не скажет. Уж извините за врезку. Врезку. Ладно, давайте поднимаемся к этому. Ты об этом пожалеешь. Да, конечно, пожалею. Не сомневаюсь. Я его, кстати, забыл в первой главе обчистить. Я имею в виду фортуну. То есть дать ему по башке. Я думал, что здесь всё будет слишком сложно. Оказалось, всё слишком просто. И, кстати, смотрите, у этого телохранителя так и не появился меч во второй главе. То есть мечи не обновляются в зависимости от главы. Что тебе нужно? Меня прислал Юберион. Я принес Юнитор. А, Юнитор! Наконец-то! Теперь я смогу постичь магическую сущность этих артефактов. Если бы только у меня было достаточно слюны ползунов. Чёрт! Слюны? Слюны? Да. Ты должен знать, что я готовлю магические эликсиры для вызова спящего. Для этого мне нужна слюна, которая выделяется из жвал ползунов. Ты знаешь, кто такие ползуны? Ведь так? Да. Очень хорошо. Продолжай. Совсем недавно меня посетило видение. Сам спящий подал мне знак. И я понял, что помимо слюны ползунов есть и другие средства. И он избрал меня для этой миссии. Ты получаешь её не от меня. Ты получаешь задание от самого спящего. Невероятно! Молчи, глупец! И понял я, что нахожусь на правильном пути. Но мои средства недостаточно сильны. Ответ кроется в ползунах. Но жвал их явно недостаточно. Должно быть что-то ещё. В общем, честно говоря, я не знаю сюжет. Признаюсь, как на духу. Но я прекрасно уже понимаю, что этот сюжет очень напоминает сюжет третьего Риза. Но, судя по всему, этих придурков вместе с нашим героем, который вынужден выполнять все эти задания, водит за нос этот спящий, так же, как водили за нос всех фактически главного нашего героя в третьем Ризе. Ты что, никогда не изучал ползунов? Я имею в виду, возможно, в какой-то другой части их тела содержится больше этого вещества. Разумеется, я препарировал ползунов. Но, похоже, лишь в их жвалах содержатся необходимые нам выделения. Но должно быть что-то еще. Найди их логово, и мы получим ответ. Где мне искать ползунов? В старой шахте. Как победить ползунов? В шахте ты встретишь стражей. Они охотятся на ползунов и добывают для меня их жвалы. Поговори с Горновитом. Он поможет. Как отыскать логово ползунов в шахте? Это будет самой сложной частью твоей миссии. Я не могу сказать тебе, где и что ты должен искать. Но рядом с тобой будет незримо присутствовать спящий. Да, мне сразу стало легче. Юбериан сказал, что ты заплатишь мне за юнитор. В самом деле? Он так сказал? Ну, хорошо. Думаю, 50 кусков руды будет вполне достаточно. Бой обещает быть трудным. Возьми эти целебные эликсиры. Я даю их тебе не потому, что хочу, чтобы ты уцелел, но потому, что миссия, возложенная на тебя, должна быть выполнена. Что за эксперименты ты проводишь? Мои исследования находятся на уровне, недоступном для твоего понимания, мальчик. Не трать попусту мое время. До встречи. Да просветит тебя спящий. Ну ладно, направимся сейчас в шахту. Только сначала прокачаем еще силу у Диего. Ну вот, мы прибыли на шахту. Нам нужно, видимо, поговорить сначала с Яном, начальником этой шахты. Давайте посмотрим. Прокачал я силу аж до сотни уже у Диего. Действительно, у нас, я так понимаю, до максимума прокачана сила. И общий совокупный урон у нас теперь 165, если считать сумму силы и величины урона нашего клинка. за Гамеза! Где-то здесь должно быть логово ползунов. Я думаю, таких здесь не меньше дюжины. Слушай, мне нужно добраться до логова ползунов. У меня сейчас нет времени. Пресс не работает. Чертова шестеренка сломалась пару часов назад. Я понятия не имею, где искать новую. Давай так, ты находишь мне шестеренку, а я помогаю тебе. Шестеренку? И где мне ее искать? Представления не имею, так же, как и ты. Но в боковой шахте есть старый пресс. Может, нам повезет, и там есть такая же? Я просто осмотрюсь немного. Только, чтобы от тебя не было никаких... Так, ну давайте искать эту шестеренку. В принципе, я понимаю, где эта боковая шахта. Давайте попробуем там поубивать полузунов сверху. Так, нет, не сюда. Главное, еще не заплутать. Может. Больше Были времена Это Пока меня нет. Переходи. Так, Стражника мы еще не мочили. Не мочили, по-моему, Стражника. Ну ладно, замочим без записи. Так, нам вот сюда, насколько я понимаю. Так, где здесь лестница? Да, вот лестница. Ну что, давайте мочить этих полузунов. Я думаю, давайте попробуем их из лука замочить. Почему бы нет? Я уничтожу тебя, монстр. Так, ну ладно. Возможно, это продлится какое-то время. Тут еще раз подчеркну, главное захватить что называется в прицел этого ползуна и дальше, в общем, это дело техники, что мы его расстреляем на самом деле. ну вот второй погиб. Ну давай, давай, только в прицел. да, блин. Ну вот, наконец-то прицели. Так, ну что, это все, я так понимаю? Все ползуны расстреляны. В общем, лук здесь крайне полезная вещь, хотя и весьма специфическая. Ну что ж, давайте лезть вниз. Кстати, это вообще все ползуны-то. Может, здесь еще есть? Давайте их обыщем. Кстати, что такое вообще? Что мы с них снимаем? Это прям челюсти? Ну да, челюсти ползуна. Ну, кстати, они достаточно дешевые. Эти челюсти. Так, шестеренка, 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 я так понимаю, где-то здесь. Так, вороньи травы. А, вот шестеренка. Ну ладно, шестеренку мы нашли. Я так понимаю, ничего особо здесь интересного нет. Давайте я возобновлю запись, когда мы к Яну вернемся. Уже этого не случится. за Гамеза! Я достал шестеренку. Эй, отличная работа! Думаю, она подойдет. Ладно, ты, кажется, искал логово ползунов. Хм, сходи к Аскхану и попроси его открыть ворота, чтобы ты мог поискать в темных шахтах. Скажи ему, все будет нормально? Так он будет знать, что это я дал тебе разрешение. Ну, замечательно, идем вниз. Давайте, кстати, посмотрим, как мы будем справляться с ползунами. Что мы против них сможем противопоставить? Никакой последствии. Не убивайся. Ты хочешь следить за тем, что говоришь людям? Ты че, все, что ли? Ай, че? Ну, давай, иди сюда. Да, мы с одного удара теперь их хвалим. Так, мы, кстати, колечко какое-то подобрали. Так, а там что-нибудь есть? А, блин, чуть не свалился. Ну, давайте перемочим теперь ползунов в это ответвление. Тут, я так понимаю, кругом полно этих ползунов еще, потому что ползунов я их не вижу, черт. ползуны по лестницам ползать не умеют. Сверху ползун, на нас тут не свалится. Ну, ладно, обычный. Может, здесь тоже что-то интересное сейчас найдем. Ну, да, колечко как раз в этой нише. В общем, я так и знал, что в этой нише что-то будет. Так, ну что, давайте смотреть, кстати, что у нас вообще за кольца есть. Дополнить. Кстати, костяной лук внизу нашли, но костяной лук, я так понимаю, это не самый лучший лук. Итак, кольцо Мордрога это у нас было. Так, кольцо Малой Ловкости, бонус к Ловкости 5. Так, амулет Пламени, защита от огня. Это то, что нам, видимо, дал этот Юбериан. Так, и кольцо защита от огня. Ну, в общем, это такие кольца, я бы сказал, средние. Не самые лучшие. С этой стороны шахты, смотрите, тоже есть ползуны. На счастье. И здесь светло, что самое главное. Ну, давай, давай. Так. Куда побежал, урод? Так, это все. Крошитель. крушитель. Ну, я думаю, он, скорее всего, не лучше, чем наш клинок. Ну, по идее, тут где-то должно быть какое-то кольцо еще. В общем, если я увижу это кольцо, покажу, где оно находится. Может быть, где-то здесь. Ну, ладно, нам явно сюда. Загамеза. Где-то здесь должно быть логово ползунов. Вся гора одно сплошное логово этих тварей. Почему закрыли эту шахту? Сколько бы мы не убивали ползунов, их становило все больше и больше. Похоже, где-то неподалеку должно быть их логово. Позволь мне открыть ворота. Не, эти ворота могут быть открыты только с разрешения Ян. До тех пор, пока ты не получишь его, я не... Какой у него голос. Акцент какой. Аскхан, Аскхан, ну да. Такое имя действительно предполагает, похоже, именно такой акцент. Эй, Аскхан, теперь ты можешь открыть ворота. Я уже говорил тебе, только если Ян. Аскхан, все будет в порядке. И прими наилучшие пожелания от Яна. Ну, если Ян берет ответственность на себя, но только на одном условии. На каком же? Да будь мне подкрепление двух-трех стражей. Джигитов. Я не хочу стоять здесь один, когда ползуны попрут из шахты. А, ну понятно, ему надо джигитов еще искать. Ну, давайте поищем джигитов. Заодно посмотрим, может здесь еще где-то можно ползунов помочить. Ну вот, похоже. Ты точно не откажешься, я думаю. Гор на вид. мне нужна твоя помощь. Я ищу кое-что для Корголома. И я знаю, где находится логово ползунов. Ты поможешь мне, когда я открою проход? Охота на ползунов обычно дается нелегко. Если ты принесешь мне целебный эликсир, то можешь на меня рассчитывать. Какой хитрый, а? Вот, может быть, это поможет. Спасибо. Можешь на меня рассчитывать. Мы встречаемся внизу с Аскханом. Я тоже буду. Гор на окош. Ты тоже нами согласишься? Я знаю, где находится логово ползунов. Я отправляюсь туда, чтобы добыть особое вещество для Корголома. Из него он сможет приготовить более крепкий эликсир. Мой клинок к твоим услугам. Я иду с тобой. Хорошо. Встречаемся у большого прохода. Ну, замечательно. Давайте направляемся тогда обратно. Так, ну что, продолжаем, только надо себе повесить действительно заклинание света, потому что без этого заклинания я вообще ничего не вижу. Абсолютно. В этой абсолютно кромешной тьме. Так, ну вот, давайте назначим на тройку это заклинание. За Гамеза! Все приготовления окончены. Теперь можно открыть шахту. Ладно, открывай. Представление начинается. Ну, давай, давай. Начинаю представление. Пришел мой дерево. Никакой пощады. Пришел мой дерево. Никакой пощады. Да, блин, мимо меня проскочил ползок. Так, все. Убери оружие. Пошли. так, что там впереди, блин, этот свет не очень помогает, прямо скажу. О, ребятки, меня ждут. Ну и... мне наверх, я так понимаю. Здесь тупик. А здесь чего? Так, куда идти-то? Еще не вижу. Видимо, мне сюда. Да, кстати, вообще-то лучше все-таки собирать сразу. Конечно, потом, я так понимаю, надо сдавать количество. Так, нужно здесь. Чем больше сдадим, тем лучше. Точно. Кстати, кстати, я же у входа-то не собрал, ну я идиот, боже. Ой, 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 как же я тебя проглядел, гаденыш. Я так расстроился, что я у входа не собрал. Так, все эти челюсти, давайте ко входу обратно. Надеюсь, не исчезли эти полцуны. Так, не сюда. Да, моя фирменная, фирменная моя. черта, абсолютно не умею ориентироваться на местности. Так, а вон выход. Слава богу, ползуны вроде не исчезли. Давайте собирать с них все. Так, руда мне не нужна. Вернее, мне, конечно, руда, в общем, нужна, но я ее все равно собирать не умею. С этого я вроде собрал. Так, ну вроде все. Давайте двигаемся вперед, чтобы не упасть куда-нибудь в пропасть. Так, давайте подлечимся. Чем бы подлечиться? Так. Что у нас? Хлеб. Давайте хлебом подлечимся. Так, мы вроде налево бежали, наверх. О, вон они. Мои друзья. Новые. А наверх-то как залезли? Блин. Охренеть. Эти камеры, это гребаные. Это все? Ну и где? Так. коридорчик небольшой. Вон там гнида. Ну, давай. Наконец-то. Так, там еще кто-нибудь есть? Так, огонь-то у меня горит? Или уже не горит? Или мне по-новой надо его зажигать? Да, смотрите, огонь-то не горит уже больше. Даже не знаю, что делать. Новый огонь вешать? Че он так мало горел-то? Вообще, ничего не вешу. Давайте новый огонь вешать. Я не могу без огня здесь бегать. Так, свет. Давайте. Да, фиг. фирменное управление. Так. Это что такое вообще? По-моему, тупик какой-то. Или нет? О! Или нет? Ау! А это что такое? Возможно, она бьет вообще на расстоянии. Тогда сейчас меня вообще замочит. Так. Давайте подлечимся. Да пойдем в атаку. Ладно, я не буду сохраняться. Я специально себе, как видите, устроил челлендж без сохранений пройти. Попезу. Так, там, кстати, детеныш еще есть. Ползунов. Так, ну ладно. у нас была цель, какая убить, видимо, вот эту королеву ползунов. Мы ее выполнили. Можно возвращаться назад, я так понимаю. Так, соберем только сейчас здесь все. Ну, вот мы выбрались назад. Загамеза. Ползуны больше не представляют угрозы. Хорошая новость. Я отправлю гонца к Торосу. Да, ну замечательно. Поговорим теперь с Яном. за Гамеза. Я нашел логово ползунов. И в шахте теперь будет тихо и спокойно. Ха-ха-ха. Ладно, я не хотел тебя обидеть. Молодец, парень. Вот, возьми себе этот ящик пива за труды. Я просто осмотрюсь немного. Только чтобы от тебя не было никаких проблем. Ничего себе. Можно подумать, от меня были какие-то здесь проблемы когда-то. Вот, кстати, как выглядят эти яйца ползунов. Ну, правда, подозрительно, что их 9. Может, их все-таки должно было быть 10? Может, стоило там обыскать еще более тщательно эту пещеру? Ну, давайте посмотрим. Такие яйца откладывает королева ползунов. У них содержится то же вещество, что и в челюстях ползунов. концентрация его выше. Я так понимаю, это именно вот это нужно отдать этому королему. Надеюсь, что все-таки их 9, а не 10. По-моему, еще какой-то диалог будет вот с этим мужиком. Эй, ловко же ты расправился с ползунами. Заслуживаешь того, чтобы стать страшником. Правляйся в старый лагерь и поговори об этом с Торусом. Ну, замечательно. Увидимся. включил запись. Нам, видимо, новую броню и новый ранг дадут, судя по всему, в старом лагере. Поэтому... И, кстати, там нужно вообще-то стоять в известность своих боссов. Я даже забыл совсем об этом. Так, ну, похоже, этот Торус последний приходит на работу, явно. Сагамеза! Ты хотел мне что-то сказать? Да. То, что ты сделал в шахте, доказывает не только твою смелость. Ты силен и умеешь хорошо драться. Я готов принять тебя в ряды страшников. Я даю тебе шанс. Что скажешь? Я хочу стать стражником. Рад слышать это. Но прежде я должен сказать тебе то, что всегда говорю новичкам. Слушай внимательно. Повторять я не буду. Было время, когда ты был сам по себе. Теперь это в прошлом. Мои люди держатся друг друга. Мы, стражники, охраняем покой баронов в руду, шахту и лагерь. Рудокопы добывают руду, но это мы следим за тем, чтобы их не сожрали ползуны. Переговоры с королем ведут бароны, но это мы защищаем их. Днем и ночью мы находимся в шахте. Днем и ночью мы стоим на страже у ворот. Так, вернем его. Он не надоел. Сейчас мы сила, с которой нельзя не от своих людей я жду только одного, чтобы они всегда держались вмех и выжить. Ты научишься всему по ходу дела. Будь готов оказать помощь тому, кому она нужна, и делать то, что от тебя потребуется. Иди и попроси Стоуна дать тебе доспех и меч. Ты найдешь его в оружейной лавке во внутреннем кольце. Ты будешь учить меня. Я могу показать тебе, как улучшить свои навыки и стать сильнее. Понятно. Да, кстати, у него двуручный меч. Да, и вот еще что. Добро пожаловать в стражу. Мне нужно всего несколько вещей. Я могу продать тебе кое-что. О, смотрите, у него обновился действительно инвентарь. надо его второй раз попинать. Правда, у него мечи какие-то все не те. Дядя, такие мечи я, в общем, хотел сказать дней назад использовал. Так, ну, че? Загамеза, ты ударил моего друга. Ну, и что? Так, может, он поэтому нас сейчас отпинает? После того, как поговорить с нами, кто знает. мне нужны доспехи. Значит, Торус принял тебя на службу, а? Поздравляю. Еще одному не терпится свернуть себе шею ради Гамеза. Впрочем, чего я-то волнуюсь. Вот, возьми доспехи и меч. Добро пожаловать в стражу. Нам дали новые доспехи, смотрите. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. так, доспехи стражников. 45, 5, 20. Защита от огня особо радует. Ну, вроде как теперь уже более-менее от огня защищен. Так, кстати, он сказал про оружие что-то там еще. Давайте расспросим. Загамеза, снова ищешь неприятностей? Так. Мне нужны доспехи получше. В свое время он у тебя обязательно будет. Только не забудь подкопить достаточно руды. Ну, у меня руды-то достаточно. Вот это, например. Мне нужны тяжелые доспехи. Такие доспехи получают только стражники высшего класса. И я боюсь тебе до них еще далеко, малыш. Ну, зачем ты это мне предлагаешь? Мне нужны доспехи получше. В свое время он у тебя обязательно будет. Так, иди нафиг. Ну, а это... Мне нужны обычные доспехи для стражника. Торус сказал, прежде чем ты получишь новые доспехи, ты еще послужишь стражником. Ладно. кузнец кузнец, так? Верно. И чего? Он кузнец, действительно. Это мы просто-напросто спросили, он действительно кузнец или просто притворяется? Я думаю, что он притворяется, а мы выведем его на чистую воду, что он притворяется только что кузнец. В общем, я не знаю, зачем нам показали эти доспехи, если нам все равно их не продали. Ну давайте теперь в известность поставим Равина. Вроде как это все-таки его задание. Привет! Я подумал, мне стоит доложить о прибытии. Хорошо. Я хочу быть в курсе всего происходящего. Теперь им нужны яйца, которые откладывает королева ползунов, чтобы сварить эликсир и вступить в контакт со спящим. Эти яйца у меня с собой. Алекс, очень интересно. Вот только сработает ли отнеси яйца в храм. Что-то не то в этой истории. Спасибо за разрешение. Ну что, флеши, гангалу. Я нашел яйца из кладки королевы ползунов. Я знал это. Мое видение было знаком спящего. В них концентрация этого вещества должна быть очень высокой. Великолепно. Теперь я смогу создать эликсир, который поможет нам призвать спящего. А что насчет награды? Ах, да. Благодарю тебя. Я имел в виду нечто более материальное. хорошо, хорошо. Чего ты хочешь? Не скажи нас одна и та же история. Если ты думаешь, я не хочу в это ввязываться. Может быть, это были времена, когда все было совсем по-другому. руна свет. А мы вообще сможем эту руну использовать? Вопрос. Я думаю, что, наверное, вот здесь, что называется, мне надо было бы спросить помощь зала. То есть, те, кто знает лучшую игру, действительно, что использовать. Но давайте эссенцию все-таки жизни возьмем. Максимально здоровые плюс 5. Хотя, если руна дает действительно нам использовать постоянно, без ограничений свет, то я бы лучше руну свет взял. Но я боюсь, что мы просто ее не сможем без определенной магии использовать. Это я не знаю, честно говоря. Эссенция духа тоже неплохая вещь. Я так понимаю, мы еще на 5 ману прокачаем, но я не знаю, вообще, буду ли я магом. Скорее всего, навряд ли, поэтому давайте лучше эссенцию жизни возьмем. Целебный эликсир. Да продлит он твою жизнь в минуту опасности. Я принес тебе жвалы ползунов. Очень хорошо. В награду я дам тебе несколько лучших эликсир. Может, мы начнем призывать спящего прямо сейчас? Нет. Я еще не нашел способа зарядить юнитор. Древние знания об этих артефактах утеряны. Ты хочешь сказать, что я собирал эти яйца впустую? Нет, послушай меня. Есть альманах, в котором содержатся все необходимые нам знания. Я купил эту книгу у Користа, мага огня из старого лагеря. Но она была украдена по пути из старого лагеря в лабораторию. За книгой я отрядил Талоса. Его ограбил. Он подвел меня, но я дал ему еще один шанс. Он должен вернуть утерянный альманах. Поговори с ним. Ему сейчас нужна любая помощь. «Где я могу найти Талоса?» «Ты найдешь его у подножья холма. Там он пытается уговорить людей помочь». «Кто похитил альманах?» «Талос сказал, что на него напали черные гоблики. Это несколько странно, но все же вполне правдоподобно». Ну в общем это тот самый альманах, который в предыдущей серии я уже надыбал. Не странно. «Что я получу за это?» «Разве я уже не доказал тебе свою щедрость?» «Ты получишь достойную награду». «Я больше не слушаю всех ». - «Я похож на дыбал». «Я не Ты должен следить за тем, что говоришь люди Может быть Ты Талос, тот самый, которого ограбили Оставь меня в покое, я не хочу об этом говорить Я могу помочь тебе вернуть альманах Правда? Знаешь, на меня напали гоблины И теперь я должен вернуться туда и добыть книгу Послушай, у меня есть идея Давай я покажу тебе, где это находится, а ты заберешь альманах Это было не слишком много 50 кусков руды и я в деле Что? Да это же грабеж Ну хорошо, дай мне знать, когда будет готов Я больше не слушаю Ну вот видите, уже не зря Уже 50 кусков руды получили за это Я готов Иди за мной Ну ладно, давайте сходим опять к этой пещере Я так понимаю Ну да, правильной дорогой идешь, товарищ Это точно Эти чертовы твари живут в пещере за мостом Будь осторожен, ладно? А ты, значит, со мной не пойдешь Я подождусь здесь Буду прикрывать отход Альманах у тебя! Здорово! Теперь мы можем вернуться в лагерь Вот и сходили, что называется Тебе лучше поскорее отдать альманах к оргалому Береги себя и не переживай Уж точно не буду Не стоит даже и волноваться Ну ладно, давайте, кстати, проверим все-таки Есть там еще гублены или нет Я скажу проверю Так как пока не удалось Давайте пытаемся замочить этого маракуриса Мне кажется, мы уже к этому готовы Ну вот, собственно, и все Шкура маракуриса Клыки и мясо Ну да, на много я теперь уже по плечу Ну что, давайте отчитываться Перед кургалом теперь Только замечу, что там всего было Два несчастных гублена На том месте, где была целая свора Да, конечно, они все-таки появились Но в совсем другом количестве Я нашел книгу Отличная работа Теперь у нас есть все, что нужно Сейчас я завершу последние приготовления Где состоится церемония Дождись ночи и приходи во двор храма Мы соберемся там Для того, чтобы призвать великого спящего Как насчет оплаты? Чего ты хочешь? Это точно твоя проблема Ты не должен верить всему, что служит Может, сон лучше взять? Ну не знаю Давайте, наверное, магические эликсиры возьмем Хотя я не очень понимаю Давайте возьмем магические эликсиры Мне нужны магические эликсиры Да придадут они тебе силы До встречи Да просветит тебя спящий Так, ну замечательно Я думаю, на этом мы, наверное, закончим данную серию Наш герой здесь много чего добился в этой серии Видимо, он уже 16-го уровня 21 очко обучения Я все-таки жду ваших советов Прежде всего, знатоков в этой игре Чего качать? Потому что силу я докачал до максимума сотни Чего качать? Ловкость или ману? Я не знаю Ману, наверное, если только я буду становиться каким-то магом Либо боевым магом Я не знаю В общем, что называется, советуйте А то я, честно говоря, в замешательстве Что мне дальше прокачат Ну и как всегда, всех благодарю, естественно За внимание к этому прохождению Надеюсь, я все-таки буду учитывать, конечно же, ваши пожелания Несмотря на то, что наши мнения иногда могут расходиться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому